Скажите, пожалуйста, что вы думаете про этот якобы мужественный визит Большого Пу? Ну, я думаю, что у любого человека, у которого работают мозги, который способен связать причину со следствием, то есть нормально думает, он должен следовать правилу, неукоснительному правилу. Вот вся так называемая информация, которая появляется из официальных органов России, это брехня. Пока не будет доказано обратное. В данном случае понятно, что в Королевстве кривых зеркал это имитация президента, имитация демократии, имитация правительства, и сплошная имитация армии, как мы уже видели много раз. Но когда мы видим на снимках с этого якобы места события автомобили с московскими подмосковными номерами вокруг, то становится понятно, что, судя по всему, где-то это снимали не так далеко от Кремля или резиденции президента, а вовсе не на оккупированных территориях Украины. Ну, слушайте, а может быть, днями и ночами водители из гаража особого назначения, знаете, вот там в Кремле есть такой ГОН, гараж особого назначения. Да, и не один такой. Машины с московскими номерами туда, там же спецмашины ведь наверняка, с простыми никак не обойдешься. Там какие-то, я смотрю, Рено какой-то, типа Мегана, то есть какая-то дешевка там такая, не люблю фирму Рено и Ниссан, но дешевые какие-то машины, уличные, повседневные, номера все 99, зона, так что, ну, какой там Донецк, какая Украина, нету там ничего такого. Ну, неаккуратненько получается, не досмотрели, значит, раз номера попали в кадр. Ведь на самом деле, я вам скажу, Михаил Иванович, что раньше, когда до войны еще сотрудничали кинематографисты и телевизионщики двух стран, российским киношникам было дешевле снимать телесериалы в Украине, в силу там чисто логистических причин, да и гонорары актерам второго плана можно было платить значительно меньше, не говоря уже о массовке. Так вот тогда была разработана специальная система съемки, ну, правила съемки, чтобы, когда Россию снимают в Украине, чтобы не попадали ни в коем случае в кадр никакие реалии, в том числе автомобильные номера. Разучились, разучились. Ну, разучились. Еще, я помню, в советское время это у журналистов российского телевидения, которые работали за границей, было правило, во-первых, богатые витрины не показывать, не показывать, как там живут и в какие магазины ходят люди. А иногда это просто была подтасовка фактов. Но я прекрасно помню, ко мне, я был заведующим отделением ТАСС в Бейруте, ко мне приезжал Сейф Ольмулюков с Аркашей Громовым, со своим оператором, и у них возникла проблема. Вот нужно было снять... Плохо звуки получились. Они где-то снимали еще за неделю до этого что-то вроде стрельбы, а звуков особо не было. Хорошо, поехали в штаб-квартиру спецслужбы сирийской, то есть к оккупантам в восточном районе Бейрута. И попросили, вы знаете, тут нам нужно отснять где-то стрельбу со звуками. Да ради бога, сказали. Посадили в две машины в штатское, наряженных своих сотрудников этой спецслужбы, вывезли на зеленую линию, а там полное затишье было. И стояло огромное здание, ну, руина здания, где на первом-втором этаже, даже на втором, на третьем, сидели, ну, были пункты казармы, размещения вот сирийских солдат. Они попросили спрятаться этих солдат, и с тротуара напротив стали по команде Аркаши Громова стрелять из Калашниковых по верхним этажам. Отстрелялись, говорят, там звука достаточно, хорошо, и по два рожка они туда, каждый вот этот сотрудник выпалил. Да, все замечательно, в Бейруте идет стрельба, на улицах идут бои. Все это было передано в Москву, а в Москве вышло на телевидение, конечно. А потом все страшно удивлялись, потому что в ТАССе, в редакции, говорят, ребят, у вас там же затишье или что, действительно бои какие-то идут? Да нет, говорим, затишье. А нам, говорят, прислали такую вот инструкцию, раз телевидение показало, значит, в ТАССе должны быть сообщения о возобновлении боев. Говорят, ну, а как мы будем давать такие сообщения? Ну, вот так телевидение работало уже давно. Да, я помню, как это было. Это же, наверное, где-то середина 80-х или вторая половина 80-х. Да, это где-то 88-89 год. О, это как раз то время, когда я начинал работать в главной редакции информации от центрального телевидения. Она же программа «Время». Мы тоже посмеивались над некоторыми репортажами, которые были явно-явно постановочными, из всяких разных горячих точек мира. Там и из Никарагу тогда что-то присылали еще, и из того же самого Ближнего Востока, из Афганистана. Субтитры создавал DimaTorzok